Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, ты его куплен в Play, а я жив. Я жив, если ты подумал, что я уже всё, то я ещё не всё. Я чуть-чуть, но не очень. Так что поэтому, как бы, если вдруг, то я ещё... Смотри, мне ещё сидит он там... Нет, ещё не всё, смотри, вот ещё заебись я. Так, смотри. Вот так, короче, накашляю, мне больно. А, ну это не это, у меня болит, там пиздос вообще. Так, смотри-ка, Бетта не бежала из лечебницы и, похоже, направляюсь... Мы проражаем за синькинг-сить. Ктулха. Ктулха, по-русски говоря. А стеклозавод Рэндл, нам нужно в этот. Ты понимаешь, что нам нужен? Нет? Нам нужно в ратушу. Ёпушу. Ёматушу. Пойдёмте, пойдёмте в ратушу, узнаем, где находится стеклозавод, чтобы это... А я даже поставил себе, нихрена себе. А я помню, потому что память есть у меня. Так вот, вчера. Вчера. Что было вчера? Расскажу тебе хронологию событий. Вчера меня стрельнуло. Хватануло и практически убило. Я был тяжело ранен, но сегодня прошло буквально полторы сутки. Сейчас, секунду. А, блядь. А, так вот, прошли буквально полторы сутки, и я... Я снова жив. Я снова в этом каком... В тонусе практически. Не до конца ещё нужно сходить ко врачу. Ещё к одному врачу нужно сходить. Потому что сегодня я был у того, который сказал, типа, ну ты можешь, конечно, вот так, но это, конечно, лучше не ко мне. Тебе лучше к другому. И я такой, ну, о-хо-хо-хо. Он сказал, типа, ну там тебе кое-что как пизданут, и всё сразу пройдёт. Так вот, будем иметь в виду. Так, субъекты, организации, период после потопа, реестра, юридические документы. Поехали. Значит, не период, а район. Salvation Harbor. Окей. Вот, подождите, пожалуйста. Просто подождите, пожалуйста. Субъекты, организации. Правильно? Стеклозавод это организация. Реестр, юридические родозанятия. Ладно. Нет, актовые записи. Хорошо, да? Серьёзно. Salvation Harbor. С прошлого... Аааа, с прошлого... Я понял. Минус документы, плюс прошлый век. Сейчас какое? С прошлого века это 19-й век. 19-й век. Ну смотри-ка, сейчас угадываю, смотри. Конечно. Название. Стеклозавод Рэндалла. Год постройки 1884. Владелец Гюнтер Рэндалл. Внезапно. Адрес южная часть Salvation Harbor, шкипи-роуд между Илл-стрит и Калшмарт-стрит. Ну, конечно. Ну, конечно же там... А такое бывает в зданиях смерч. Это вообще опасная хуйня. Шмерч в зданиях. Так, подожди. Это нужно С. Потом вот так. Salvation Harbor. Южная часть. Само собой. Это южная часть. Потом между Илл-стрит. Илл. Это жижа такая из-под мякоть. Вот эта гадость под водорослей. Это она. Вот Илл-стрит и... Калшмарт-стрит. Чё? Шк... А, шкипи-роуд. Ну-ка. Ну, значит, вот тут вот. Вот посередине. Получается, вот она. Смотри-ка. Илл-стрит. Калшмарт-стрит. Шкипи-роуд между ними. Вот оно, само собой. А там, кстати, нет мне ничего ближайшего никакого. А вот это есть, да? Значит, мы через это и шмальнём, скорее всего. Да, давайте так и сделаем. Короче, мы всё быстро, чётко, хорошо, красиво, замечательно. Огонь вообще. Скоро я буду жив-здоров. И... Тогда будет вообще огонь. Тогда будет вообще жара. Тогда будет вообще пизда, рубля. Чё, начнётся? У-у-у-у. Ты даже не представляешь, чё будет. Я тебе даже говорить об этом не буду. Ты просто даже не поймёшь, что ты вообще скажешь. В смысле, так вообще можно? Я скажу тебе. О, конечно. А ты мне не поверишь, но потом всё-таки... А, так вот отсюда ещё ближе. Хорошо. Так вот. Ты начнёшь сомневаться вообще в человеческих способностях. Ты задумаешься. Типа, а как вообще так это вообще можно было? Чё, это незаконно? Это забр... Как это? В смысле? А кто там вообще сидит, он смотрит? У нас нет? Что за бизнес происходит? Как бы, ну, хотя бы, я не знаю. Иллюминаты эти, троглодиты эти, трогмортоны. Кто-нибудь, прозвитись этим человеком, он творит что-то незаконное. Будут все говорить, но на самом деле я скажу... Ох, нет, всё нормально. Я всхожу с ума потихоньку. Но это ладно. Это ничего страшного. Это хорошо. Все мы когда-нибудь клюкнем. Все мы когда-нибудь двинем, все мы когда-нибудь ебанёмся. Я пока ещё нет. Подожди, ты рано. Ты рано. Ты думаешь, о, да совсем пиздец. Уже и головой поехал, и здоровьем, и телом, и мозгами, и всем подряд. Нет, ничем не ехал. Ехал я только на... На такси, между прочим, не ехал. Потому что очень, 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 потому что опасно. Пришлось, короче, ехать на такси. Ну, ты понял. Короче, нельзя. Нельзя в такие моменты куда-то рыпаться. И нужно аккуратно, спокойно, медленно. Без резких движений. Потому что резкие движения, они сразу делают боль, сука. Боль сильную делают. Отвратительно здоровый боль. Не ори, пожалуйста. Так вот, а смотри. Говорят, что скоро, совсем скоро, уже практически вот-вот, вот практически вот сейчас, заканчивается эта игра. Это получается, какая сегодня серия у нас получается? 19 серия у нас это сегодня. Ну, получается, в 21-2 серии мы уложимся. Я понимаю так. А ты, блядь, ты посмотри, что происходит. Ты, блядь, посмотри, что происходит. Ёбаный, на нахуй. Красиво. Завод, кстати, смотри, как любой другой завод, очень похож на любой другой завод, этот завод. Винтовка, кстати, показалась себе неплохо только что. Дальние красивые, ебать, дальние красивые выстрелы. Это хорошо. Вот так вот даже, да? Даже так. Так, ну смотри, я сначала всё разочищаю. Разчищаю. А уже после этого собираю. Улики и прочую. Опа! Спокойно. Собираю улики. Улики и прочую гадость. Я, кстати, сейчас... А, я не расскажу, да? Не будут ничего говорить. Всё, прекратили. Давайте сначала зачистим верхнюю часть. Давайте, короче, собирать. В пизду. Чё тут потом? Мало... Я вообще потом не вернусь сюда. Это... Это чё это? Я думал, это патрон лежит. Похоже, на этом верстаке делали рамы. Прям на входе, что ли? Мне кажется, как-то негигиенично. Вы не можете нести больше. Чего? А, это пружины, что ли? Давайте я чё-нибудь сделаю тогда, раз не могу. Я сейчас смогу. Смотри-ка. Ох, тебя, и минус пружины. Так, а патроны. Количество, количество, количество. Кстати, подожди-ка. Количество. 5,18. Что так мало-то? Чё-то у меня патрон не подбирается после меня вообще замечательно плохо. Так, а коктейльчик? Раз, два, три. Хорошо. Чё кончилось? Тряпки кончились. Это не страшно. Это не страшно, кстати говоря, потому что лучше давайте сделаем вот так здесь полностью. А здесь вот так ещё. И вот сюда. Да-да-да-да-да-да-да. Вот так. Нет, всё, в смысле? Вот сюда. О. Порох кончился. Ну, порох кончился бывает такое. Ладненько, зато... Опач. Да в смысле? А, это ловушка! А, ну да, она нарисована. Я думал, это пружина. А это, блядь, не пружина. А кто вообще додумался сделать ловушку вместо рамы? Что за бред? Они должны делать рамы, а не ловушки. Чё за хуйня? Так, мы ищем бабку. Если чё, мы ищем бабку, мы ищем тётку здесь. Если вдруг кто-то забыл, чём тут делаем? Дверь не поддаётся. Наконец-то, человек! Погодите, сейчас я открою! Что значит, наконец-то, человек? Не знаю, кто ты такой, но как же я рад видеть человеческое лицо. Что ты тут делаешь? Старуху ищу. Я ищу пожилую женщину с зеркалом. Ты её не видел? А, ну, наверное, это старая Беттани. Она часто сюда ходит, приносит нам еду, одеяло. Ты её знаешь? Пока нет, но хотел бы познакомиться. Где мне её найти? Тут такое дело. Когда появились ваубисты, Беттани была на складе. Она там заперлась. У меня есть запасной ключ, но... Но я тебе его не дам? Но не всё так просто, да? Да. Одного из них мы ранили. Но он шибкоживучий. Гадина прямо у склада. И Беттани не может выбраться. Нам нужен склад. Иначе мы помрём с голоду. Но это чудище нам не по зубам. Надеюсь, Беттани в порядке. Ну, хорошо, давайте, давайте. Ладно, я разберусь. Скоро увидимся. Я бы мог, судя по всему, и так пройти, но давайте. Давайте пройдём через... Через дополнительный квест. Чё у вас тут можно спиздить, скажите мне, пожалуйста? А вот, конечно, без проблем. Патроны можно без проблем. Как бы, ну, мне же защищаться нужно. Этот зеркальщик выглядит подозрительно. Может, они все такие? Да, чё в нём такого-то? Зеркальщик, зеркальщик. Чё, блядь? Просто держит череп, ну, бывает. Бывает у людей разные. Хочет кто-то череп держит, кто-то чуть другой. Неплохо. Жаль, что мастер уже не удел. А шо с ним случилось? Не знал, что производство зеркал такое сложное дело. Сложные чертежи тут просто, как бы, размеры нарисованы. Ебать, чувак, черчения в школе не изучал, судя по всему. Ну, и кто их поймёшь? Этих американцев что-нибудь там мучают у себя, блядь. Мучают, наверное, хуйню какую-то. Черчение не проходит. А без черчения как вообще? Без черчения нельзя жить. Чё это? Какой-то химический раствор. Наверное, с его помощью стёкла превращают в зеркала. Ты что, ебанутый? Или я ебанутый? Кто из нас ебанутый, скажи, пожалуйста. Зеркало — это же стекло на посеребрённой основе. Как бы серебро там стеклит, зеркалит, а стекло, оно просто, как бы, чтобы не пачкалась эта хуйня, нет? Мне казалось, это как-то так работает. О, это хуйня, спокойно. А вот и нет хуйни, представляешь? Хе-хе-хе-хе. Была хуйня. Какую хорошую винтовку мне, ничего себе. Стреляет прям не по-детски. Прям по-мужски жарит. Прям ебошит знатно. А чё же она ещё так не стреляла? Ах, дверь не поддаётся. Мне казалось, она раньше вообще была тухленькая, сейчас прям хорошо заряжает. Прям вообще заебись идёт. А почему не поддаётся дверь-то? А, назад нужно вернуться, чтобы это... Ах, дверь не поддаётся. Всё, я понял, за ключом пошли. Вот из-за этой хуеборы они как бы меня сюда не пускали, представляешь? Вот из-за этой еболистики, которая совершенно никчёмная. Хотя она прозрачная. Она типа сложна, её нужно за ней следить. Не упускать из виду. Я убил чудовище. Ага. Я даже отсюда шум слышал. Ты молодец, приятель. Я синхо-постанал. Бери что хочешь и, пожалуйста, проверь, чтобы это не цела. Без проблем. Можешь на меня рассчитывать. Я же профи. Профи-сюонал. Я вообще что угодно могу тут. И туда стрельнуть, и сюда стрельнуть, и здесь ударить, и туда поджарить. Всё, что угодно. Но чё-то в последнее время мне очень мало платят за эту хуйню всю. Здравствуйте, Беттани. Она ушла в зеркало, заебись. О, кто-то основательно запасался. А где она? Она ушла в зеркало. Ну, конечно, я же тебе говорю, в зеркало ушли. Димник Рэндалла. Он никогда не думал, что этот город сможет меня удивить. Но Фрэннис из Утрогморта, но это удалось. Расчистить дорогу более достойному наследнику, избавившись от второго. Что? Он искренне считает... То есть, отец Рогмортона убил старшего брата, чтобы обезьянка осталась главным. Он искренне считает, что оказал своему сыну услугу, засунув его в зазеркалье. Говорит, что не хотел убивать мальчика, как будто его поступок лучше убийства. Моей вины тут нет. Я просто поделился тем, что знаю. Надеюсь, Фрэнсис сможет найти для своего сына новое тело, если захочет вернуть его в реальный мир. Мне надоел этот мерзкий город, пора перебраться куда-нибудь потеплее. В смысле, или-то обезьянке вон тело нашел. Я что-то не пойму нихуя. Это его дом. Дом Рэндала. Держись, Хэммонд. Мы почти у цели. Что-то старуху ебануло, по-моему, совсем в край. Ордер на обыск. Разрешение обыскать территорию стеклозауда Рэндала в Салвэйшн-Харбор тем, а с тем, чтобы расследовать подозрительную активность, на которую поступили жалобы, и допросить подозреваемого Гюнтера Рэндала. О, кто-то основательно запасался. А в смысле, это все, что ли? Как это все? В смысле, все? Вы что? Не может быть все. Вы что, ебанулись? У меня бабка в зеркало ушла. Мне что делать-то? Тихо. Нихуя не зазеркалить здесь. Здесь за книжки. За полочья. О, пизда. Что-то происходит. Наверное, для кого-то это был труд всей жизни. Путь зеркал. Ничего не понял. Может быть, в чертоге разума зайти? Так, это какая-то тварь в подвале. Я ее убил. Орди. А тут посмотреть, что за жалобы, да? А, наверное, посмотреть потом в полицейском участке и держал оба страны. Тра-та-ра-та-ра. Чтобы издать душ зажигать, что-то зажигать. Это с кем нужно поговорить-то мне? Чтобы излечь душу из зазеркаля, нужно сперва найти для нее подходящее вместилище. Но имейте в виду, что тюрьма часто разрушается после освобождения пленника. Дневник Рэндала. Блять, мне с кем уже поговорить-то. Мне бабка нужна. Бабка-то где, ебаный рот? С кем мне об этой хуне говорить, кроме как с бабкой? Или доп... А, допросить, наверное, этого хуя нужно, который в тюрьму, которого взяли. Да, точно, Рэндала. Только он сказал, что уехал куда потеплее. Ничего не понимаю. Так, а вы что, все? Они прячутся. Прячутся в лужах. Да это понятно, что они прячутся. Чё-то какое-то странное задание, если честно. Так бабка-то ушла в зеркало или не ушла? Может мне за ней шагнуть? В чём проблема, чтобы согнуть... А я сюда пошёл, что ли? А, нет, всё правильно. Чё странного в том, чтобы шагнуть с бабкой вместе в зеркало? Если бабка смогла, то я чем хуже. Ладно, поехали представить сейчас, сейчас найдём, как это называется, протокол допроса. Изучим этот протокол допроса. Узнаем, что там за Рэндалл. Куда он, блядь, делся? Где его искать? Что это за мразь такая? Почему он не уехал? Он же должен был уехать. Он сказал, я уеду. Уеду я куда потеплее. Я срать на вас хотел. Я поеду, всё, я билеты уже купил. Меня там уже ждут. Там уже встречают меня. И всё, я чемоданы собрал и поехал. И тут его накрыли. Внезапно взяли и накрыли. Ты понял? Так оно и было. Я всю эту историю знаю наизусть. Я сейчас просто всё-таки не врать тебе. Да запятой буквально каждый слог тебе прочитаю из полицейского отчёта. Так, а давай будет. Я тебе что, врал когда-то? Ну-ка, прекрати нахуй. Никогда я тебе не врал. Не надо наговаривать меня. Всё, закрыл. Закрыл. Пить охота. Я бы сейчас попил. У меня почему-то здесь нет ничего. Вот такое бывает. Понимаешь, ты приходишь записывать. Я просто сейчас записываю в то время, которое никогда не записываю. Обычно. Очень редко записываю в такое время. Уж когда просто не получается в другое время. Сейчас вечер. Вечер. 7 вечера. Кстати, недавно 7 вечера записывала. Прикинь. Ну да ладно. Просто времени сейчас совершенно не хватает. Вот так вот садишься записывать и забываешь, что нет воды. Нет чая, кофе. Чего угодно нет. Нет, просто нечего попить. Я сейчас выключу записи и пойду искать себе пить. Я тебе реально говорю, я сейчас вообще не обломаюсь. Сейчас я найду отчёт, прям выключу запись и уйду. А ты такой будешь думать, в смысле, а где он? А ты думать не будешь, потому что я уже приду, включу её, и ты даже ничего не заметишь. Так, смотри-ка, ладно. Вот. Ордер на обыск. Так, преступление. Подозрительная активность. Жалобы. Окей, жалобы расследовать. Субъекты. Подозреваем. Подозреваемые улики. А хуй его знает. Район. Салвейшн Харбор. Конечно. А Гюнтер Рэндалл. Это имя. Он же... Вот смотри как. Сам бы не пошёл. Видишь, звонок меня отвлёк. Пришлось и заодно и водочки принести. Так. А дом зеркальщика. Имя Гюнтер Рэндалл. Он же Дэйвис Майлз. Зеркальщик. Полмужской. Возраст неизвестен. Место жительства. Покинул город. Последнее известное место жительства. Окмонд. Северный Олд Гроф. Пересечения такого-такого-то. А подрывается нарушение общественного порядка. Диверсионные деятельности. И изготовление контрафактных товаров. Наркотой барыжил шука. Наверное. Так, смотри. Пошли в журнал. Пошли в журнал. И пойдём по этому... А с кем мне нужно поговорить-то? Скорее всего нужно будет поговорить... С... Вот с это. С Сатстрогмор. Ну потому что его отец Виша убил ради него сына. А это нужно поговорить, наверное, с тем, куда я сейчас иду. Хуё, поймёшь. Так. Ну либо с бабкой, которую я найду. Северный Олд Гроф. Олд Гроф. Вот он северный. Пересечение Уиндхалф. Авеню. Вот оно. И Голдбридж. И вот оно. Окей, вот сюда нам. Сюда нам и нужно. Поехали. Без проблем. Ну мы так быстренько. Вот я тебе сказал, что выключу запись и уйду. Я своё слово держу. Я выключил нахуй и ушёл. И неважно, что меня что-то отвлекло. Или так оно нужно было. Я сказал тебе, уйди, мужаки. Я ушёл. Но ты этого не заметил, потому что я сразу включил записи и пришёл. А водой... Вот, кстати, смотри-ка. Потому что я тебе брошу. Опа. А вот тебе и водичка. А вот её здесь не было. А теперь она есть. И теперь я могу спокойно разговаривать. И пить, когда мне нужно. Пить, когда мне вздумается. Так, поехали сюда. Восток Олд Грофа. Я к чему начал говорить? Я говорю, что до конца игры осталось буквально два, что ли, или три задания, писали в комментариях. То есть мы пойдём сначала брать интервью. У какого-то там географа или археолога, или кто-то там, блядь. А потом, собственно, мы пойдём уже. Всё. К Ктулхе пойдём в гости. Ктулха звонил, говорит, приходи на чай. Я ему говорю, ну ок. А он такой, ну жду тебя. Я такой, да отстань, бля, не торопись. Отстань, говорит, да ебал себе, Ктулха. Отстань, говорю, не торопись. И он такой, ну вот, ебал. А чё я могу поделать? Мне сейчас не до него, но я как бы прохожу дополнительное задание. Интересное дополнительное задание, про которое мне писали. Опять-таки, не все интересные, а про те, которые написали. Они вот, типа, норм. Ну ок. Так, а где он живёт-то? Уиндхалф и Голбридж. Это, типа, где-то вот тут. Где-то вон там. Либо вот здесь. Ага, вот тут. Больше вроде ничего никакого на двери нанесу. Вот оно. Вот оно горит, видишь? Горит. Специально перечём. Так, я готов стрелять. Опа, нихуя себе. Кто здесь постоянно следит за светом? Я реально спрашиваю. Сейчас встанут рыцари, да? Хотя здесь нет таких скинов, куда они нахуй встанут. Здесь встаёт только то, у чего есть скин. Точнее, не скин, а объект. Вот этот одинаковый человек, который управляющий, который, там, этот, медсестра, который сбежавший, хер. Всё, это одно и то же. Один тоже человек, просто чуть-чуть в разной палитре. Но я тебе этого не говорил. Так, сначала наверх, само собой. Сначала наверх, потом вниз. А что, время идёт? Время идёт. А сколько оно ушло? Ничего себе. Что-то немножечко, наверное, я немножко не подрассчитал. Нужно было сначала остановить таймер, а потом уйти. А потом прийти и включить его заново. Иначе теперь я где-то потерял пару-тройку минут. Теперь я должен считать постоянно и прибавлять к стихующему таймеру 2-3 минуты. Ты умаешь это легко? На самом деле попробуй сам. Постоянно, каждую минуту прибавлять 2-3 минуты вперёд. Ты сойдёшь с ума через полгода. Я тебе гарантирую, не делай так. Не делай так, ты сойдёшь с ума. Всё это печально, это опасно, нельзя. Запрещаю тебе, нахуй. Чё я тут хожу-то? Это я сейчас где? Это я сейчас в доме стекольщика, правильно? Зеркальщика, который дорогу в Зазеркалье открыл. Алиса, блядь, этот пугал или кто там? Кто открыл дорогу в Зеркалье? Это же Алиса в Стране Чудес, нет? Зазеркалье она там была? Или чё? Не помню. Не помню или даже не знаю, я пиздеть не буду. Не, я, конечно, смотрел, там и Алису смотрел. И в Стране Чудес её видел. Это как бы всё было в мультфильмах очень давно. Я помню, что там было пугало, дровосек. Кому-то там мозги нужны были. Чего, блядь? Я сюда пришёл-то, нет? Так, кому сейчас нужны мозги, я не понял. Мне или пугалу? Пугалу, пугалу, точно, пугалу нужны были мозги. У пугала не было мозгов. Он типа пугал просто людей. Ну и хуй с ним. Так, а я не понял, серьёзно, что делать-то? Я же здесь, я же на месте. Чё, никаких доказательств, не улик, ничего нет. Может, он сбежал? Блядь, старуха-то реально в зеркало ушла. Почему я за ней не шагнул? Или там типа только на одного человека проходка? Я вообще здесь, нет? Блядь, может, он в другом доме? Мне кажется, я не здесь, потому что что-то здесь не очень похоже на дом с зеркальщиком. Кто-то исследовал просто, хотя здесь обычно дома вроде не открыты. Вот те чемоданы. Но, значит, не уехал ни хера. Мне кажется, это не тот дом. Просто здесь вообще ничего не указывает на зеркальщика никакого. Ну, стоят обычные места. Чемоданы, чемоданы в каждом доме. На столе ничего необычного нет. Мне кажется, это не то. Он доллар. Так, ладно, давай чуть-чуть вниз, наверное, сходим. Я же правильно адрес нашёл. Голдбридж, роуд, уинтхл, фаминил. Просто это может быть как бы и выше, и ниже. Я пошёл выше, а давайте пойдём ниже. Ну, это просто похоже, но там ничего нет. Может, это дом от другого квеста? Не исключено совершенно. Ну, конечно. Мало ли тут нескольких квестов. Просто в одном районе так получилось. Не закрывать же дом. А, ну-то, конечно! Ну, конечно, естественно. У меня же эта хуйня даже не появилась. А я что? А я даже не обратил внимания. Она просто постоянно появляется. Она для меня уже стала, само собой, разумеющимся. Чё? Это внизу. Это внизу. Это огромный толстопузый пёс. Чё-чё-чё? Они лежат здесь уже давно. Вот здесь стена открывается. Конечно. Так, ладно, давайте делать красиво. Живой, что ли, ещё? Ёбаный. Блядь, может, он подожжётся сегодня, не? Чисто интересный. Эм, вообще похуям. Ему пиздос. Ему насрать. Блядь, попал, тварь. Спасибо. Итого две гранаты и три коктейля. Вот это ебать, какая мощная паскуда. Какая мощная паскуда. Давайте делать предметы. Очень много забирает. Очень. Вот те раз. Очень много он забирает. Но зато я не потратил пуль. Так, от плечку не могу нести. Сейчас смогу, подожди. Опа, уже могу. Так, завидный жених или завидный. Фрэнсис Трогмортон, известный по всему городу учёный и искатель приключений, снова стал самым завидным женихом. Во вторник состоялось заседание суда по расторжению его брака. Прессу в зал суда не пропустили. Но результаты были обнародованы сразу после вынесения решения. Стремительное ухудшение психического здоровья Беттани Трогмортон было сочтено достаточным основанием для развода. Хватит с меня трауром, сказал Фрэнсис, выходя из зала. Смерть нашего сына трагедия, но мы должны оставаться сильными. Жаль, что у Беттани это не получилось. Либо пиздит, но, судя по всему, нет. Потому что из того, что мы видим с Беттани, происходит реальная дичь. Жёсть прям творится. Она прям, блядь, хочет уйти в Страну Чудес. Это нехорошо, это неправильно. Интересно, где они взяли такой маленький гробик? Бля, у любого плотника, представляешь? Любой плотник, сделайте это на заказ. Я не могу взять-то? Ну, само собой, что вниз. Конечно, что вниз. А куда ещё-то? Я наверху-то был вообще, нет? Блядь, опять эти трёхэтажные вниз здания. Так, ладно, можно я чуть-чуть поднимусь? У меня сейчас... Ой, всё плохо, блядь. Давайте я сначала поднимусь. Сначала обрызгаю весь дом спокойно, нормально, аккуратно. Потому что слишком много я сразу вниз ушёл. Там есть второй. Ого, патрон как много. Блин, хорош. Нужно потратить патроны для дробовика, часы. Потому что они как бы здесь есть, и они не берутся. Значит, я могу сейчас спокойно стрелять из дробовика. А потом просто взять и всё обратно подобрать. Хорош. Хорош. Ой, хорош. Ой, красиво. Ой, хорошо. Так, оккультный фолиант. Простые защитные чары можно создать с помощью симпатической магии. Чтобы повлиять на какой-либо объект, необходимо найти похожий объект, который обладает сильной связью с первым. Чё-то как-то сложно, блин. Нейролептики? Сейчас чё-то жёсткое будет. Кто-то усердно учился. Ну, блин, походу, стекольщик был нихуя не стекольщик. А какой-то акульточек. Свой особняк в музей старых зеркал, который он собирал в течение многих десятилетий. Кто он? Самая большая выставка зеркал в истории Окманта, на которой будут выставлены лучшие творения мастера Рэндалла. А потом вон то идёт в записи, всё, я понял. В доме зеркал, который он собирал дохуя лет. Ну, походу, он сатанист какой-то ебаный. Зеркальный сатанист. По-любому такие есть, наверное, существуют. Они сатану вызывают через зеркала. Ну, или служат ему через зеркала. Короче, занимаются какой-то хуйнёй, и это явно как-то связано с зеркалами, это 100%. Так, тратим патроны для дробовика. Потому что мы сейчас их подберём. Ну, я тратил что-то другое, когда мы можем потратить это, и потом всё это возместить. Бесплатная, халявная миссия. Блин, здесь что-то перепутано. Подожди, не той дорогой. Здесь как-то то ли не с той стороны заходим, то ли что-то не так. Или всё правильно? Непонятно, спокойно. Жизнь жестокая штука. Что? Что? Не надо, отъебись. Сверись. Успокойся. Это что, гроб? Ещё один? Что, блядь, загробовай матрёшка. Там гроб поменьше, есть гроб побольше. Вот пиздюк. Любой нормальный отец гордился бы таким сыном. Так он не похож на обезьяну. Ты что, дурак, что ли? Ты видел трогморты на то, неебанутые на всю голову? Да уберись-то. Как это? Что это? Ты что, блядь? Кто там на меня рычит? Что за бред? Что за... Моя голова! Чёрт! Я не могу! Не могу! Эй! Эй, выпусти меня! Чего, блядь? Кто там, нахуй? Уж я в зеркало, что ли, пошёл? Хуй нахуй, ты угадывай. Никогда в жизнь не пойду. Как? Ну тут явно что-то не так. Ну он у меня сходит с ума, это видно. Вопрос, что здесь? Чего ты от меня хочешь-то? Кто здесь? Эй, эй, выпусти меня! Мозг просто разжижается прям на глазах. Ты, я что-то реально ничего не понимаю. Во, всё, пиздос. Что, блядь, не так? Это я посмотрел. Да поставь. Жизнь жестокая штука. Я что-то ничего не понимаю. Где-то вот тут что-то гремит. Вот где-то вот тут. Вот в этой стене. Но я не могу к ней пройти. Может, наверху? Я что-то не понимаю ничего. А, блядь! О-о-о-о-ой, ну конечно. Вот так. Пока зеркало цело, тебе ничего не угрожает, малыш. А я пока выясню, как тебя освободить. Хорошо. И теперь вниз. Я же слышу, что-то где-то шумит. Ну, шумит за стеной. Оказывается, сверху что-то шумит. Хоть бы как-то выделяли, что-то погромче, что там от портал-то открылся, посмотреть. Я вытащу тебя, Хэммонд. Должен быть какой-то способ. И всё? Или не всё? Блядь, а где третий-то? Сука, где третий значок-то? Может, он на третьем этаже? Точнее, на втором. Ну, конечно. Ебать, пораскидывали по всему дому, и чтобы по всей улице пораскидали. Наконец-то. Так, она пришла, прочитала. Пора сложить мне всё время. Возможно, они помогут мне выиграть время. Потом она пошла, короче, туда-сюда, типа, тебя ничем не угрожает. Пока зеркало цело, тебе ничем не угрожает, малыш. А я пока выясню, как тебя освободить. Блин, можно без этого? Я вытащу тебя, Хэммонд. Вот она иногда скипывается, а да нет? Должен быть какой-то способ. Я вытащу тебя, должен быть какой-то способ. Блин, тогда, наверное, нужно, пока зеркало тебе ничем не угрожает, потом второй этаж, и потом подвал. Потому что начинать с подвала, мне кажется, это что-то не очень. Вот, она пришла, положила в зеркало, тебе, говорит, ничего не угрожает. Потом она пошла, почитала книжечку, типа, заебись, понятно. Потом пошла вниз, и нашла способ. Ну, либо, опять-таки, сначала там и начнем с самого низа. Здесь она выигрывает время. Ну, при чем тут выиграть время? Выиграть время на что? От чего? Почему? Почему она торопится? Я вытащу тебя, Хэммонд. Должен быть какой-то способ. Ёп твою мать. Ладно, да, этот по-любому первый. Я вытащу тебя, Хэммонд. Должен быть какой-то способ. Значит, она поднималась из подвала. Я тебя вытащу. Потом я тебя спрячу. А потом она пошла читать книжку, и потом уже ушла в зеркала. Вот так, да, совершенно верно. Лэла, тебе ничего не угрожает, малыш. Эти ритуалы, возможно, они помогут мне выиграть время. Как же это, блядь, всё слух странно. В этих действиях нет взаимосвязи. Я вытащу тебя, Хэммонд. Должен быть какой-то способ. Давайте тогда наоборот. Она положила его, прочитала книжку, потом спрятала. Вот здесь есть иногда места, где, ну, прям понятно всё. А вот иногда совершенно непонятно, в том, в порядке всё идёт. Так я же уже же это делал, блядь. Ну, я же ломал его, алло. Я же подходил прям и ломал его полностью. Так, патрон подобрал, не могу нести гильзы, хуильзы и что-то ещё. Сейчас будем бороться с призраком, судя по всему. Чего? Ты, блядь, что, издеваешься надо мной или где? Вот ритуальное зеркало, чё не так-то? А, вот это маленькое, что, зеркало-то ритуальное, тоже, что ли, оно? Ну, тут столько зеркал, пойди разберись, какой из них ритуальный, а какой просто так. Как бы он же отсюда вылазит, значит, это ритуальное зеркало-то, нет? Блин, там что, один патрон только был? Я уже по дробовикам в минус ухожу. Опа. Кстати, пороха нет. Давно уже пороха не хватает. Какое в пизду ритуальное зеркало я должен уничтожить? Зеркало защищает барьер, который должен уберечь его от разрушения, пока Бета не ищет способ позвонить своего сына. Чтобы вчера не расселись, она провела ритуал с помощью маленького зеркальца. Нужно разбить его. Сука. Давайте разобьём. Маленькое зеркальце всё-таки нужно разбить. Маленькое. А вот теперь я можешь спускаться вниз и разрушать большое. Так что это работает. Очень всё странно. Странно и сложно. Очень запутанный квест, между прочим. Всё, я слышу. Я что-то слышу. Там кто-то, блядь, идёт. Спокойно. Нет, нет, нет. Вы его не заберёте. Вы не получите зеркало. Не получите, ясно. Я его не отдам. У меня бабуля. Пожалуйста, успокойтесь. Придётся тебя завалить. Желаю вам зла. Вы не получите моё дитя. И я не позволю снова забрать его у меня. Я не позволю. Всё нормально. Давайте просто поговорим. Я знаю, что это зеркало очень важно для вас. Это мой сын. Его душа, его сущность, а она заперта в зеркале. Ему холодно, страшно, голодно. Уже не один десяток лет. Он... Окей, это сложно объяснить. Его тело умерло, но душа заключена в стекле. Он не может освободиться без чужой помощи. Фрэнсис считал, что это милосердный поступок. Подлец. Что вы собираетесь сделать? Я могу отправить Хэммонда обратно в его тело. Не осуждайте меня. Это может показаться странным. Но тогда мы будем вместе. Всё уже готово. Я... Я уверена, что у меня получится. Чтобы освободить его, нужно просто разбить зеркало. Я не могу вернуться с пустыми руками. А я не уйду без моего сына. Эм, бля, я бабке помогу. Ладно. Пожалуй, у вас есть право на эту попытку. Продолжайте свой ритуал. Я попробую договориться с Робби. Тем более, а тут же вылазило в глюках у нас. Большое вам спасибо. Ёба твою мать. Жизнь – жестокая штука. Огромное спасибо, чужак. Вы сделали правильный выбор. Так ты, блядь, выпусти его, нет? Выпусти его, бабуль. Он там сдохнет сейчас. Ты что, ебанутая? Жизнь – жестокая штука. Не, ну мы как бы... Я же видел, там мужик вылазил из зеркала синий. Это значит, что там он есть. У нас же сверхспособности. Мы же экстрасекс. Этот, экстрасенс. То есть, ну, как бы я помог бабке. Ну, я скажу ему, скажу. Ну, ёбаный в рот. У тебя, вон, батя вообще сына убил. Понял ты? Чмо, блядь. Будешь выёбывать, всем расскажу. Будешь... А, не понял. Я даже ключевые улики не нашёл. Ты что, серьёзно? Чё я, блядь, где не нашёл? Я же всё везде нашёл. Даже не пожелтело, прикинь. Они лежат здесь уже давно. Так, это мы видели в самом начале. Я что-то не помню, что происходит. Ну-ка, вытащи меня. Какие улики я ещё где не нашёл? Я подрался с огромным монстром, сука. Или это был не здесь? Здесь такие все дома разнообразные, что у них просто не грех запутаться. Здесь это было или не здесь? Что я ещё где не нашёл? Алло. Я же нашёл абсолютно всё, абсолютно везде. Я везде потыкался, везде посмотрел, везде походил. Везде понажимал. Эти расписания я тоже нажимался. Выставка, зеркал. Опа. А, это мы видели тоже. Там кто-то очень усердно учился, было написано. Так, а я реально не понимаю, что же я не нажал-то? С бабкой что-то связано? Или подождать, пока там эта хуйня вылупится? Наверное, мне нужно было выйти, подождать и зайти обратно. Правильно? Сейчас посмотрим. Там же дым зашёл. И вышел. А-а-а! Блядь. Я же за зеркалом пришёл, действительно. Я не думал, что я пришёл сюда за разбитым зеркалом, если чё. Я думал, ну разбился, разбился, ну чё дальше? Оказывается, вон ему как. Так, хорошо. Теперь нам нужно к Роберту идти. К Роберту обезьянки, который, сука, теперь единственный наследник, и из-за него отказывается... Из-за него, так как он более достойный и более сильно... Более сильно похож на обезьяну, из-за него убили ни в чём не повинного человека. Такие дела. Так что старуха-то зря, наверное, сумасшедшая. Мне кажется, просто отец-то его совсем охуевший тип. Он убил сына, потому что сын ему не нравился. Потому что у него есть второй, который ему нравится больше, который обезьяна. У него, походу, ей баб было две. Одна, которая на картинке нарисована была. Мартышка, блядь. А вторая нормальная, вот эта вот. И типа нормальная ему не нравилась. Он пошёл, женился на мартышке и родил от неё мартышку. А сэйта решил порвать прям так брутально. Охуеть, да? Вот это поворот. А чё я могу поделать? Ну, как бы такая вот странная, очень странная. Как она в себе просто серия называлась? Странная семейка, да? Это мягко сказано. Они не странные, ебанутые. По крайней мере, мужская их часть. Это уж точно. Чё-то прям совсем бедно. Ну ты посмотри, блядь. Реально они, он прям, бутылится. Прям горилит. И второй, наверное, такой же. Вот этот старший. Тоже ебанутый. Ну-ка, ну-ка. А-а-а, так ты не хуила, всё понял. Я опоздал. Когда я нашёл зеркало, оно уже было разбито. Что? Нет. Как это могло случиться? Мой брат. Мой бедный брат. Я рассчитывал на вас, мистер Рид. Я так надеялся. Дрог. Уходите. Оставьте меня своими призраками. Да нет, подожди. В смысле? Так, а всё же нормально. Он же воскрес. Там же в гробу, в маленьком ребёнок заорал. Сейчас чихну. Сейчас подожди. Я просто начала подумал, когда он рассказывал, это типа, у него, наверное, тело есть, поэтому он хотел его в его тело засунуть. Так он же, нет, тело не было. Он маленький, помер. То есть, ну, бабка как бы теперь будет жить с сыном? Потому что бабки и так всё нахуй отобрали. Хотя бы сын будет. А у этого и так всё было. Пошёл он нахуй. Вообще не пожалел ни разу. Всё правильно я сделал. Я сделал всё правильно. Это что такое? Чего? Ай, другой квест. Это уже... А, всё понял. Новый квест, который основной. Всё, я понял. Так, подожди. Во-первых, предметы. Я же что-то пособирал. Хотя я ничего скростить не могу. А вот могу вот эту хуйню скростить. Порох у меня откуда-то взялся. Не понял, откуда нужно. Так, и... Навыки. А что в журнале-то ещё? А, это старые задания. Так, навыки. Это что такое? Вы можете смело очищать улицы от врагов, а другого личный разброс пули повышен урон. Да? Увеличивает урон у опыт, получаемый от винтовки. Быстрее револьвер. Блин, давайте вот дробовик лучше прокачаем. Мне кажется, он прикольный. Тем более у него больше разброс будет. Получается, что... Получается, что сейчас нам нужно пиздавать восточную часть Рид Хайца на Ламберт-стрит между Хилл и... Джозеф Хилл живёт в восточной части Рид Хайца. Это у нас где-то вот тут. Да, восточной части, это где-то здесь. На Ламберт-стрит. Ламберт-стрит. Между Хиллок-стрит. Ага. И Хейлл-лейн. Вот куда-то нам сюда нужно. Нам нужно вот сюда. Тогда давайте переместимся туда. И в следующей серии, соответственно, прямо оттуда и стартанём. Я думаю, что как раз, наверное... Сколько я там времени сейчас потерял? Не сэкономил, ничего не понял вообще. В следующей серии прямо отсюда и начнём. Нам придётся идти далеко. Хотя, кстати говоря, можно, наверное, вот отсюда, потому что здесь дольше идти, а здесь прям ближе. Переплыл, да и всё. Так мы, наверное, и сделаем. Так мы, наверное, и сделаем. Потому что пока-то придём, пока начнём обыскивать, пока насчёт разговаривать, там мы сейчас ещё, блядь, полчаса придётся записывать, а как бы... А время-то... Время-то, ну, ограничено, конечно, на серию. Времени нельзя много тратить. Вот. И поэтому в следующей серии мы начнём прямо отсюда. Ссылка на плейд-с в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на твиттер, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, и, собственно, ещё ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.